Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Припатч совсем скоро, не успеем оглянуться и уже выйдет новое дополнение. The War Vizuin. Само собой, в тот момент, пока мы играли, набралось куча различной валюты. В этом видео я предложу вам выгодно слить абсолютно всю эту валюту. Это не значит, что мы получим миллионы золота. Это значит, что мы реализуем всю эту валюту с какой-то пользой. Быть может, в пользу трансмога, быть может, в пользу каких-то обликов, быть может, в пользу какого-то улучшения персонажа. Об этом расскажу, все покажу абсолютно. Давайте начнем. Первая валюта уходящего дополнения — Драконья Камня. 250 Драконьих Камней нужно с целью того, чтобы получить цельную Искру Пробуждения. Искру Пробуждения мы можем потратить в пользу крафта 502, 515 или 525 вещицы. В связи с тем, тратим мы гребень или вообще не тратим. Также Драконья Камни можно потратить на покупку предмета 496-го этом левела. Покупаем сундучок, высылаем абсолютно любого персонажа и открываем. Вещицы, эпики, которые пролутываются в момент открытия сундука, можно прокрутить в катализатор. Таким образом, можно получить сетик. Изумрудная росинка — валюта, которая используется с целью того, чтобы семена, которые были посажены в зубрантом сне, дали нам больше ресурсов. Но эти ресурсы стоят дешево, и тратить специально эти росинки как-то, я думаю, не особо имеется смысл. На какой-то трансмок росинки, к сожалению, потратить нельзя. Настой сна — валюта, которую периодически выдает нам Элиана. В тот момент, когда энергия сна заполняется полностью, мы получаем одну единицу этой валюты. А потратить ее можно на покупку питомцев. Но для того, чтобы получить этих питомцев, мы должны призвать аналогичного питомца. Таким образом, мы тратим 6 настоев сна и получаем 6 питомцев. Например, для того, чтобы купить призрачную зеленую улитку под названием Дрема, нам нужно потратить один настой сна, и при этом мы должны призвать улитку с названием Рогги рядом с Элианой. Можно и другую улитку какую-либо призвать. Комментарий на вовходе чекаем и призываем того питомца, ту улитку, которая у нас имеется. Парапричинные стружки. Валюта, которую мы можем получить с порталов времени. Имеется ящик для пересылки этой валюты. Тратим 500, получаем 500. Но он вообще не имеет смысла. Потому что на текущий момент, если открыть абсолютно любого торговца, то мы не увидим в продаже никакого тринкета. А раньше они были. На текущий момент стружки можно потратить на покупку баджей, которые являются персональными при получении. А также мы можем потратить эти стружки на покупку питомцев. Питомцы мы знаем и так привязаны по аккаунту. Можно как вариант посадить их в клетку и продать на аукционе. Но если абсолютно всех прокликать, то можно увидеть различные баджики, различных питомцев, различный трансмог. В целом, просто-напросто пополняем коллекцию персонажа, и таким образом выгодно тратим абсолютно все стружки, которые у нас накопились. Печать бури и энергия стихии, связанные между собой валютой. Зайем в башенку, которая находится вот по координатам. Координаты на экране в небольшой плашке имеются. Тут нас встречают мапцы. У этих мапцов мы можем купить различные товары за энергию стихии. Самая выгодная покупка это плащик. Покров, яростных бурь. 200 пыли, 5 голды, 20 серебра. Также можно купить маунта, можно купить питомцев. Также можно купить и другие вещицы на трансмог. Если мы хотим эти предметы улучшить, не самый, конечно, хороший ритм-левел, то мы можем потратить печати бури, 5 штучек. Предмет стал вообще не дороже, цена его не поменялась. Далее мы расходуем запретное знание, но его, конечно, лучше вендору сливать, если оно у нас имеется в форме предмета. Поэтому печать бури получается мертвая валюта просто-напросто, которая раньше использовалась для улучшения шматья. А энергия стихий? Пожалуйста. Превосходная валюта. Можно выгодно выменить на плащики, потом продать их вендору. Чудно. Знакомый макрос, мы его очень часто используем. Таким образом, скупаем абсолютно все плащики. Потом, используя модификацию скраб, мы помечаем этот плащик как утиль. И просто-напросто скидываем все обратно вендору. Таким образом, получаем небольшое количество голдишки. Припасы Драконьих Островов. Самая популярная валюта уходящего дополнения. Используется абсолютно везде. Начиная от покупки трансмога, заканчивая прокачкой талантов у Драконьей Экспедиции. Мы улучшаем наши навыки фотографа, мы улучшаем наши навыки скалолазания. Но также это дело можно реализовать в золото. Если мы прилетим в пещеру Заралек, в центр, зайдем в домик, то тут нас встречает моб, у которого мы можем купить бартерные булыжники. Бартерный булыжник продается вендору за 24 золота. Таким образом, если у нас имеется лишняя отыщенка припасов, то мы можем получить 240 голды. А если у нас 100 тысяч припасов, вот думайте. Но это, конечно, стоит лучше делать при том условии, если у вас куплено абсолютно все по трансмогам. Лучше, конечно, купить трансмоги. Если остаются лишние припасы, то окей, булыжники. В целом, неплохой вариант. Для грибней предложим вам два варианта реализации. Первый. В тот момент, когда стартим от припатчного в дополнение The War Vizint, у нас появятся отряды. И в рамках отряда валюту можно передавать. Таким образом, можно передать лишние пробужденные гребни аспекты над венка и закрафтить себе 525 вещицы. Мы покупаем формирующий гребень, мы его чаруем и крафтим вещицу. Все как обычно. Второй вариант реализации накопившихся пробужденных гребней. Мы просто покупаем формирующие пробужденные гребни и продаем их торговцу. К примеру, вот как-то так. Беспощадно кидаем вендору. Очередная башенка, на этот раз в Тальдразусе. Находится по координатам. Координаты на экране имеются над кружочком с этим левелом. Все можно увидеть. Заходим внутрь этой башенки. Нас встречает моб, снабженец Ариста. У нее можно выменять абсолютно все таинственные фрагменты. Таинственные фрагменты даются нам в тот момент, когда мы совершаем раскопки. Раскопки происходят в Тальдразусе. Каждый часик. И там виклик даже имеется. Мы вылутываем сразу 5000 этих фрагментов. Предметы, которые мы можем купить, довольно-таки дорогие. Какая-либо репутация для их покупки даже не нужна. Самое ценное это маунт. За 20 тысяч. Другие трансмоги стоят дешевле. Имеются различные рюкзачки, сумочки, шляпки. В целом, кайфовый довольно-таки трансмог. Если вы любитель такой тематики, то можно пофармить даже эти фрагментики. И закупить абсолютно все, что имеется. Также имеется кейс, сундучок. Мы покупаем его за 1000. И вскрываем, получаем тоже 1000. То есть можно стринков на мейна переслать. И на мейне абсолютно все закупить. Ну или наоборот. Кровавые жетоны можно реализовать вместе с трофеями раздора. Если они у нас, конечно, имеются. Фельдмаршал Эмберат выгодно выменяет нам 120 кровавых жетонов на плащик. Цена его продажи 53 золота, 33 серебра. Но, если у нас имеются трофеи раздора, то у Каварнесы можно объединить жетончики с трофеями. Таким образом, можно уже купить плащик подороже. К примеру, шаль драконьего наемника. Цена почти 72 золотые монеты. Таким образом, мы сразу реализуем две валюты. Для покупки эпического плаща подойдет тот же макрос, который мы использовали для реализации энергии стихии. Тот же пятый предмет, тот же макрос. Абсолютно все закупаем, экипируем потом и продадим вендору. Лишние очки завоевания можно потравить на покупку сундука с драконием снаряжением. В тот момент, когда дополнение выйдет полноценно, мы открываем сундук. Там будет серый предмет, ценой продажи 200 золотых монет. Но также этот сундук можно переслать по учетной записи абсолютно любому персонажу. И там находится вещица 493 в этом левеле, пвпшная. Также ее можно будет прокрутить в сет. Лишние очки чести можно тоже выгодно потратить. Включаем фильтр «Все» и покупаем щиточки. На покупку щиточков тоже у меня имеется превосходнейший макрос. Продемонстрирую его. Вот он. Покупаем. Ждем 2 часа, либо экипируем щитки и после этого сразу же продаем. В моем случае придется ждать. На текущей неделе пробужден рейд «Хранилище воплощений». По этой причине на всех игроках имеется баф. Знак пробужденных бурь. Репутация с экспедицией, кентаврами, клыкарами повышается на 50% быстрее. Сегодня на стриме я реализовывал абсолютно все баджики, которые у меня накопились, с драконьей экспедицией. Я заранее взял баф, который находится в запретном крае. Подходим к столику, выбираем один из четырех с экспедицией, кентаврами, клыкарами или союзом вальдракена. И целый день он у нас действует. Мы вылутываем на 10% больше репутации. Хумановский баф, к сожалению, в новом дополнении уже в припатче будет убран. Но ярмарка еще никуда не уходит. Можно все это как-то застакать между друг другом и таким образом реализовать абсолютно все накопленные баджики. К примеру, завтра буду реализовывать трофеи кентавров, знаки кентавров. Куча их накопилась и все это идет в пользу получения парагон-сундуков. Да, к сожалению, мы не лутаем с них 4000 голды, как это было в Легионе. Но что поделать, хотя бы какое-то количество голдишки мы вылутываем. Также драконьи камни, драконьи осколки знаний, реагенты различные, которые можно кинуть на аук. Мелочь, а приятно. Это всяко лучше, чем просто выкидывать эти предметы. Можно реализовать их с пользой. Это мы и сделаем. На этом все. Рассказал абсолютно все про валюты уходящего дополнения. Если о чем-то забыл, если у вас есть какие-то свои способы реализации, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!